Рассказ Рея Брэдбери «Запах срасапарели» Три дня к ряду Уильям Финч с позаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе. И три дня простоял мистер Финч в одиночестве, чувствуя, что само время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись долгие серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном. Словно утлая лодка на волнах. Скрепел каждой своей косточкой, стряхивал с лежащую десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало, ахало, стонало, кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам. А-а-а! Глубокий вдох. Внизу жена его, Кора, то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи. Смех да и только пробормотала она. На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка. Он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложкам, вилкам и даже собственной жене. – Чему радуешься? – спросила она. – Просто настроение хорошее, отменное. Он засмеялся. Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем. Того и гляди, выплеснется через край. Жена нахмурилась. – Чем это от тебя пахнет? 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 Как так пахнет? Финч вскинул сидеющую голову. Жена подозрительно принюхалась. – Сарсапелью? Вот как. Быть этого не может. Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян и вдруг насторожился. – Где ты был утром? – спросила Кора. – Ты же знаешь. Прибирал на чердаке. Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету. – На чердаке. А это что такое? – она показала пальцем. – Вот тена. Это еще откуда взялось? – Вот тена. Неизвестно, кому задал Уллин Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиклок. Нашел на чердаке. Ответил он сам себе. – Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было сорок лет тому назад. Рано поутру. И мы были молодые. – Если ты нынче не управишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидываю весь хлам. – Нет, нет! – скрикнул он. – Я там все разбираю. Как мне удобно. Жена холодно поглядела на него. За обедом он немного успокоился и опять повеселел. – А знаешь, Кора, что за штука чердак? – заговорил он с увлечением. – Всякий чердак – это машина времени. В ней тупоумные старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад. В блаженную пору, когда круглый год, безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавала сразу и снегом, и полотном. Кора беспокойно поеживалась. – А, пожалуй, это возможно, – думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. Ведь что такое чердак? Тут дышит само время. Тут все связано с прошедшими годами. Все сплошь куколки, коконы иного века. Каждый ящик и ящичек словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак – это темный, уютный уголок, полный временем. И если встать по самой середке и стоять прямо во весь рост, скосив глаза и думать, думать и думать и вдыхать запах прошлого, и, вытянув руки, коснуться минувшего, тогда… О, тогда… Он спохватился, оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела. А ведь правда, интересно, если б можно было и впрямь путешествовать во времени, спросил Улья, обращаясь к пробору в волосах жены. И чердак, вроде нашего, самое подходящее для того места. Лучше не сыщешь, верно? В старину тоже не все дни были безоблачные, сказала она. Просто память у тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето. В некотором смысле так оно и было. Нет, не так. Я что хочу сказать? Жарко зашептал Уильям и подался вперед. Чтобы лучше видеть картину, которая возникла на голой стене столовой, надо только ехать на своей одноколеске. Поаккуратнее. Удерживать равновесие. Балансировать между годами. Руки в стороны. Осторожно, осторожно. От года к году. Недельку провести в 909. Денега в 989. И тогда до конца жизни так и не выйдешь из лета. Что же, что еще за одноколеска такая? Ну, знаешь, такой высокий велосипед. Об одном колесе, весь хромированный. На таких катаются актеры в цирке, жонглируя всякой-всячиной. Тут главная хитрость удерживать равновесие, чтобы не свалиться. И тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе. Высоко-высоко блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое. Красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое. Над головой у тебя летают в воздухе. Все эти июни, июли, августы. Сколько их было на свете. А ты знай, подкидывай их, как мячики. Да улыбайся. Вся соль в равновесии. Кора. В равновесии. Тра-та-та-та. Сказала она. Затараторил. Тараторка. Он скарабкался по длинной холодной лестнице на чердак. Его пробирала дрожь. Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей. Ледяные колокола звенели в ушах. Мороз щипал каждый нерв. Будто вспыхивал внутри колючий фейерверк. И рассыпались ослепительно белые искры. И жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно, холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь. Понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный истукан. И в нем поднимается вьюга бессвязных сновидений, суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опустилась вечная зима. Над всем нависло низкое свинцово-серое небо и давит людей. Точно тяжкий пресс, виноградные гроздья, перемалывает краски и разум в самую жизнь. Только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках, с леденелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже и ниже каждый день и каждую нескончаемую ночь. Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато вот оно. Вокруг него взвивалась летняя пыль. Здесь на чердаке пыль кипела от жары, сохраняющейся с давней прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк. На губах его заиграла улыбка. Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозою. Лишь изредка до коры сверху доносились невнятные мужские бормотания. В пять часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О, мечты мои золотые!» взмахнул новенькую соломенную шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать. «У-у-у! Ты что, проспал, что ли, весь день?» – огрызнулась жена. «Я тебе четыре раза кричала, хоть бы отозвался. Проспал, – переспросил он, подумал минуту и фыркнул. Но ты сейчас зажала рот ладонью. Да, пожалуй, что и так. Тут только она его разглядела. Боже, милостливый, где ты раздобыл это тряпье?» На Уильяме был красный в полоску, точно леденец, сюртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригорчню свежего сена. Нашел в старом сундуке. Кора потянула носом. «Нафталином не пахнет и выглядит как новенький». «Нет, нет», – поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе. «Нашел время для маскарада», – сказала Кора. «Уж и позабавиться нельзя. Только забавляться и умеешь». Она сердито захлопнула духовку. «Бог – свидетель. Я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток. Можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход». Но Уильям уклонился от ссоры. «Послушай, Кора, он потупился, разглядывая что-то на дне новой хрустящей соломенной шляпы. Ведь правда, хорошо бы прогуляться, как мы бывало гуляли по воскресеньям. Ты под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стуле с железными ножками, и чтоб пахло. Помнишь, как пахло когда-то в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И спросить два стакана сарпареловой, а потом прокатиться в нашем форде 910 года на набережную, поужинать в отдельном кабинете и послушать духовой оркестр. Хочешь? Ужин готов. И сними эти дурацкие тряпки. Хватит шута разыгрывать». Уильям не отступался. «Ну, а если б можно было так? Захотела и поехала», – сказал он, не сводя с нее глаз. «Поля, дорога, обсажена дубами, тихо, совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала». На тех дорогах было страшное пылище. Мы возвращались домой черные, как папуасы. Кстати, Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее. «Нынче утром у меня тут лежало 40 долларов. А сейчас нету. Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголочки. Ни в каком сундуке он не лежал. Я, Уильям, осекся». Жена бушевала еще добрых полчаса. Но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра. И под речи Коры свинцовое стылое небо опять пошло сыпать снегом. «Отвечай мне!» – кричала она. «Ты что, совсем рехнулся? Ухлопотать наши кровные денежки на трепье, которые носить-то нельзя?» «На чердаке», – начал Уильям. Кора, не слушая, ушла в гостиную. Снег повалил вовсю. Стало холодно, темно, настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставленной лестнице на чердак. В это пыльное хранилище прошлого, в мрачную дыру, где только и есть что старая одежда, подгнившие балки до время, в чужой особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу. Он опустил крышку люка, вспыхнул в карманный фонарик. Другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь. Время. Собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти. И все раскрывается, обернется прозрачной росой мысли, вечным ветерком, чудесными цветами, огромными, каких не бывает жизни, выдвинь любой ящик комода, и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетушек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось время, ощущаешь его дыхание, оно разлито в воздухе. Это не просто бездушные колесики и пружинки. Теперь весь дом там, внизу, был так и же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак. Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги раннего утра, полдни. Такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь время, луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнули среди теней и окрасили их в яркие цвета, цвет сливы, и земляники, винограда, лимона, и в цвет после грозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева, а чердачная пыль горела и курилась, как ладан. Это горело время. И оставалось лишь вглядываться в огонь. Поистине, этот чердак – великолепная машина времени. Да, конечно, так оно и есть. Только тронь вон те граненые подвески да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и, точно мехами органа, поработай старыми каминными мехами, пока не запорошат тебе глаза пеплом, золой давно погасшего огня. И вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда, о, тогда. Он взмахнул руками. Так будет же дирижировать. Будем. Торжественно и властно вести этот оркестр. В голове звучала музыка. Плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом. Басы, теноры, сопрано. Тише, громче. И вот, наконец, наконец, аккорд потрясающий до самых глубин. И он закрывает глаза. Часов в девять вечера жена услышала его зов. Кора. Она пошла наверх. Муж выглядывал из чердачного люка и улыбался. Взмахнул шляпой. Прощай, Кора. Что такое мелишь? Я все обдумал. Я думал целых три дня. И хочу с тобой попрощаться. Слезай оттуда, дурень. Вчера я взял из банка пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут, Кора. Он порывисто протянул ей руку. В последний раз спрашиваю. Пойдешь со мной на чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволок у тебя из этой грязной дыры. Я отправляюсь на набережную. Есть рыбную солянку, сказал Уильям. И закажу оркестру. Пускай сыграют. Над заливом сияет луна. Пойдем, Кора. Пойдем. Его протянута рука звала. Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо. Прощай, сказал Уильям. Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк. Ни лица, ни соломенной шляпы. Уильям пронзительно крикнула Кора. На чердаке темно и тихо. С криком она кинулась за стулом. Кряхтя взобралась в эту затхлую темень. Поспешно посветила фонариком по углам. Уильям, Уильям. Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра. И тут она увидела в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко. Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала. Затаив дыхание, потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка. Другим концом она упиралась в крышу веранды. Кора отпрянула. За распахнутым окном сверкали зеленые листовой яблони. Стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. И издали доносился смех. Веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты. Алые, белые, голубые. Рассыпались, гасли. Она захлопнула окно. Голова кружилась. Она чуть-чуть не упала. Уильям. Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась. Снег шурша лизал стекла окон там. Внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще 30 лет. Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался. Он медлил в воздухе. Точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью. Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсаперия. Продолжение следует...